Когда распался Советский Союз, то по инициативе чемпионов мира, а именно Ботвинника, Смыслова, Таля, Карпова и Спасского, мы создали Международную ассоциацию шахматных федераций стран СНГ, в которую вошли практически все страны бывшего Союза, кроме Прибалтики. Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан был. Сейчас, правда, он как-то пассивно ведет себя, почти приостановил деятельность в рамках нашей организации. Киргизия, Азербайджан, Армения, Грузия. И это одна из самых старых и действующих организаций на территории стран СНГ. Сейчас мы стали больше внимания уделять этому пространству СНГ. Появляются новые организации, а вот одна из первых, а может быть вообще первая в спортивном движении, это как раз Международная ассоциация шахматных федераций. Мы постоянно поддерживали контакты и мы оказывали содействие развитию шахмат. Но когда еще не было посольства, мы содействовали получению виз при выездах на международные турниры. Турнир Арафлота известный, он проводится как раз на Ассоциации шахматных федераций. И мы говорим о том, что, скорее всего, он должен будет восстановиться. Сейчас ведутся и разговоры, и переговоры о том, что мы восстановим турнир Арафлота. Но я помню, что Министерство иностранных дел тоже шло нам навстречу. И вот когда возникли проблемы с Грузией, у нас в турнире Арафлота во все времена играли грузинские гроссмейстеры. И вот я помню, что тогда в Тбилиси получить визу было невозможно. Но нам удалось организовать возможность приезда сюда гроссмейстера, сейчас, если мне память не изменяет, по-моему, Джабава. Джабава принимал участие в московском международном турнире Арафлота в самое трудное время 2008 года. Когда мир открылся, то говорить о каких-то секретах одной шахматной школы не приходится, поскольку мы все играли в соревнованиях вместе, в тех же Олимпиадах. Потом перемешались уже и творческие коллективы, и персональные тренерские группы. Они стали международными. То есть сегодня мы не можем говорить о том, что мы владеем какими-то секретами советской шахматной школы, и этими секретами владеет весь мир. Другое дело, что вот систему подготовки, систему организации шахмат Советского Союза, она была почти идеальной, еще смогли даже улучшить Армения и Китай. На сегодняшний день в Армении и в Китае, я думаю, лучшая организация и самые крепкие шахматные федерации. Но в России сейчас произошли изменения, у нас руководство стало очень сильным, представительным. И я не могу сказать, что у нас очень много проблем с точки зрения организационных. Нам надо поднять боевой дух шахматистов, и будет все нормально. А с точки зрения активности, федерация сейчас очень активна. Я думаю, что мы проводим где-то больше половины крупнейших соревнований международного календаря, международной шахматной федерации. Радует, что наши женские шахматы стали подниматься, потому что в один момент была беда. В общем, эта беда пришла еще и с советских времен, потому что, если помните, мы тогда ориентировались на пример Германской демократической республики, в которой были базовые города, которые отвечали за отдельные виды спорта. Я не помню все, что было, но, по-моему, там, скажем, Лепцик отвечал за велосипед, Дрезден за плавание, ну и как-то там, не помню, а всей дистрибуции этой. Но у нас тоже определили, что вот грузинки играют замечательно в шахматы, чемпионки мира, вот пусть они шахматами женскими занимаются. Хотя в России шахматы всегда были женские на хорошем уровне, и долго при Ндашвиле все чемпионки были российскими. Но тогда общая позиция была, ну вот отдадим это Грузии, ну и Россия как дисциплинированный член Советского Союза эти указания исполнила, а тихо-тихо Украина, Азербайджан и даже Киргизия женскими шахматами занимались. Когда Советский Союз распался, выяснилось, что женские шахматы в России в упадке, а на Украине они сразу стали бороться за звание чемпионок мира. Шахматистки из Киргизии, по-моему, вошли в тройку в чемпионате Азии. Вот в Азербайджане оказались шахматистки хорошие, София Алиева. Армянки хорошо заиграли в шахматы. Только мы остались у разбитого корыта. Продолжение следует...